Речь Трампа в Конгрессе. Россия допрыгалась. Во вторник вечером Дональд Трамп выступал в Конгрессе. В общем выступление мне понравилось, да и отклик в США был положительный. Даже по данным CNN 69% считают выступление правильным и только 26% нет. Это заметки субъективные, не претендующие ни на всеохватность, ни на глубокий анализ. Поэтому о том, на что я обратил внимание. По управлению страной. Численность госслужащих заморожена, кроме военных. Вводится запрет госслужащим на работу в лоббистских компаниях в течение пяти лет после отставки и на работу для иностранных правительств пожизненно. Я не уверен, что при таких ограничениях удастся набрать лучших людей, те, кто сейчас на госслужбе попались. Теперь по экономике. Снижение налогов на бизнес уже в этом году. И правила, по которому приведение нового ограничения для бизнеса, нужно обязательно отменить два старых. Во всех агентствах создаются службы по дерегуляции. Появились первые контуры реформы здравоохранения. Планируется разрешить покупку страховки за пределами штата. Это приведет к расширению базы страхующихся и, соответственно, падению цен. Реакция биржи на речь Трампа очень позитивная. Доу Джонс уже прошел отметку 12 тысяч. Это новый рекорд. Далее военные вопросы. Увеличение военного бюджета на 54 миллиарда долларов. Россия допрыгалась. Программа F-35 продолжается. Кстати, после того, как Трамп задушевно поговорил с руководством Lockheed Martin в присутствии руководства Boeing снизили стоимость программы на 600 миллионов долларов, Boeing продвигает свой модернизированный F-18. По внешней политике. Выход за рамки сложившейся системы отношений. Поиск новых партнеров и возвращение лидирующей роли США. В общем, пока что никакой конкретики, что и понятно. Трамп сказал, что нужно сначала привести в порядок экономику, так называемый мотор страны, после чего можно будет вернуть и лидерство в мире. Трамп также впервые на таком уровне употребил термин «радикальный исламский терроризм» и сказал, что его первейшая обязанность – обеспечить безопасность граждан США. Президентский декрет по въезду из стран высокого риска, видимо, будет в понедельник. По слухам, Трамп встречался все-таки с Генри Киссингером. И они не договорились. Как известно, Генри Киссингер – единственный сейчас в США человек, который симпатизирует России и считается ее большим лоббистом. Если это так, что они не договорились, то это хорошо для Украины. Позиция Киссингера была в пользу размена Украины на Сирию и отнесения всего СНГ к сфере влияния России. Так что с этим можно поздравить те страны, которые, по крайней мере, не попали под этот размен. Иммиграция. Трамп планирует двигаться с упорядочением процесса иммиграции, введению системы, подобной канадской или австралийской. То есть, чем выше у вас квалификация, тем выше шансы получить право на иммиграцию в США. Что касается нелегалов, то для долгоживущих в США будет какая-то процедура получения гражданства. Для криминала однозначно депортация. Да, строительство стены на границе твердо в плане. Здесь нужно понимать, что главный выигрыш от прозрачной границы США и Мексики получают мексиканские наркокартели. А именно им выгоден статус-кво. Легальное движение не ограничивается и никто пункты перехода границы не закрывает. Закрывают гигантскую дырку в заборе. Кстати, пару лет назад в Калифорнии был референдум о разрешении марихуаны. Против проголосовали именно те графства, где марихуану больше всего и выращивают. Так как при разрешении упадут цены. Так что наркокартели таки имеют политический вес. На мой взгляд, малоприятный момент создания агентства для юридической помощи пострадавшим от рук нелегалов. Здесь, я думаю, есть теоретическая возможность возникновения охоты на петь. Американское образование. Движение к свободному выбору школы. И помощь семьям. Речь идет прежде всего о центральных районах Чикаго, Балтимора, где вечером и ночью просто опасно, чтобы они могли обеспечить лучшее будущее своим детям. Естественно, как в любой такой речи, были обращения к семьям погибших в войнах. Родственники присутствовали, в том числе вдова погибшего в рейде на Йемен в прошлом месяце морского пехотинства. Зал им аплодировал стоя. Кроме группы из полутора десятков демократов, в основном аппаратчики, которые даже не встали. Причем 14 женщин-демократок пришли на заседание в Белом, что подавалось как демонстрация защиту прав женщин. Выбор цвета для демократов США более чем странным, учитывая то, что Куклукс-клан с белыми балахонами придумали именно они. Вообще ситуация в демпартии мне лично внушает беспокойство. Партия не извлекла уроков из происшедшего, остается элитарной, радикализируется и все больше опирается на меньшинство – чернокожие, латинос и т.д. Это может привести к ее маргинализации и утрате массовой поддержки. Если это случится, то в США де-факто возникает однопартийная система. Это в перспективе очень плохо для демократии, для страны и для всего мира. Но, как говорится, поживем – увидим. Трамп также отменяет ряд идиотских распоряжений Обамы, в частности, о ведении объединенных мужских и женских туалетов и раздевалок с целью защиты прав транссексуалов. Реально, транссексуальность, как правило, трагедия, но она встречается очень редко, настоящих транссексуалов очень мало. Решение правительства по защите транссексуалов было принято с обычной правительственной медвежьей грацией. Вот как это должно было работать по Обаминому декрету. Вася или Коля, вдруг почувствовавшие себя женщинами, могли ломиться в женскую раздевалку, а Маша или Света, почувствовавшие себя мужчинами, в мужскую. Если школа этого не обеспечивает, обрезается федеральное финансирование. Теперь этот туалетно-раздевалочный вопрос отдается на усмотрение отдельных штатов. А еще говорят, что Мелания Трамп таки не снесла огород Мишель Обамы позади Белого дома, как того ожидали. Розовый сад Жаклин Кеннеди тоже не тронули и будут беречь и лелеять. На этом, пожалуй, все. Розовый сад Жаклин Кеннеди тоже не тронули, но не тронули, но не тронули, но не тронули. Розовый сад Жаклин Кеннеди тоже не тронули. Розовый сад Жаклин Кеннеди тоже не тронули.